Стадион на улице Рыбинской. В эти выходные он стал не только лыжней общероссийского масштаба, но еще и местом встречи друзей. Вот заметили друг друга депутат Гвардума и депутат ЗСУ. А почему без меня? Так я тебя и жду. Председатель городского совета ветеранов Алексей Акишин далеко не в первый раз участвует в лыжных забегах. И как организатор, и просто как участник сравнить есть с чем. Сейчас вместе с приходом нашей демократии, вот это все, что происходит, стало делом добровольным. А раньше иногда было по принуждению, иногда по распоряжению начальства, но часто не по велению сердца и души. Организаторы, когда планировали мероприятие, рассчитывали, что по велению сердца на лыжню России выйдет около двух тысяч череповчан. Только коллективных заявок было подано более 1700, однако зарегистрироваться можно было до последней минуты перед стартом. И вот итоговая статистика. Только в субботу участие в гонке приняло более полутора тысяч череповчан. Воскресенье пока только по предварительным подсчетам уже более двух с половиной тысяч. В рамках лыжни России в Череповце прошли разные гонки. Дистанция от одного до десяти километров, а еще профессиональные соревнования и для любителей. В забеге приняли участие не только взрослые, но и малыши, начиная с трех лет. Десятилетний Никита Тихомиров уже с опытом лыжных пробежек. Я каждый день катаюсь во дворе с ребятами, там, живу их. Кандидат мастера спорта Полина Шведова только что финишировала. Спортсменка приняла участие в профессиональной части общероссийского забега. Я сегодня ехала дистанцию 10 километров, коньяковым ходом. Трасса сегодня скользкая очень, такая скоростная, очень приятно, что такая скорость. Всем без исключения участникам организаторы вручили лыжные шапочки. Номера тоже остались в подарок. В следующем году эта общероссийская акция обещает в спорткомитете города пройдет у нас снова. Правда, после небольшой работы над ошибками. Мы будем, конечно, вносить коррективы в наши планы, коррективы вносить в место проведения. Будем какие-то другие организационные моменты учитывать в плане того, что где-то нужно раздеваться, как электричество и все остальное. Но это должно быть действительно массовое действие, где одномоментно могут стартовать все желающие.